Когда началась российская агрессия в Украине, многие в Латвии переживали, что мы следующие. И действительно была такая угроза, потому что имперские амбиции России, они были четко обозначены, что они хотят восстановить Советский Союз всем государствам, которые сейчас суверенно, сказать, что они живут неправильно, и только Россия, великая Россия идет правильным путем, у них все замечательно, все хорошо, и мы должны просто примкнуть к этому пути, так сказать. И, конечно, было переживание, и люди понимали, что да, это серьезно. Вы знаете, в городе Даугупелсе есть музей Ротко, это великий художник, который родился в Даугупелсе, и свою жизнь он прожил в Америке, его картины продаются за огромнейшие миллионы. Даже музей Ротко, так как эти картины в Даугупелсе были представлены семьей музея, музей, они уехали с Даугупелса оригинал, потому что боялись, что туда могут зайти россияне-освободители. Ну, вы знаете, я только что побывал в Украине, посмотрел, что говорят люди, я встречался с людьми разными, разными. В основном с людьми, которые, может быть, как-то симпатизировали Россию, особенно в Одессе, я встречался с ребятами, которые были с Луганска, и это были очень интересные беседы, когда они сказали, нам этот российский русский мир не нужен. Говорят русские люди, потому что они понимают, что этот русский мир приводит к разрушению, к несчастью и к всему такому мерзкому, который вообще можно придумать вообще в своей голове. И они видят, что происходит в той же Украине, когда бомбят русские города, когда убивают русских людей, несмотря ни на что, несмотря ни на какие вообще преграды в этом. Потому, дорогие мои, мы действительно тоже переживали за это, но сейчас мы можем быть спокойны. Никогда Россия не придет к нам. Я низко кланяюсь украинскому народу за это, потому что в Украине Россия поняла, что так никогда у нее не получится. Она уйдет и с украинской земли навсегда. Еще осталось только чуть-чуть. То, что людская сплоченность, людская любовь к своей родине, она безгранична. И никакая тварь, никакая вообще вот эта вот мразь, никогда ее осквернять больше не будет.